Вот один из проектов, которым мы занимаемся, это вот конкурс фотографий, памятник архитектуры истории, который называется «Mikilas Monuments». Он первый раз прошел два года назад только в Нидерландах, это был маленький конкурс. В 2011 году он прошел практически во всей Европе, в том числе в России. В России мы его сначала не хотели проводить, в итоге все-таки провели, но провели только на Петербург. То есть он был такой вокальный, проходил очень сложно, но в итоге мы сделали его на уровне Европы, и все прекрасно. В этом году мы растем, включилась Америка, Африка и далее. Мы хотим сделать Россию, Россию всю. Но в России у нас проблема в том, что у нас очень много памятников. Маленькие европейские страны, это хорошо, но в рамках конкурса это проблема. То есть маленькие европейские страны, в которых там 100 памятников, они себя прекрасно чувствуют. У нас их там не набрали, по-моему, 6 тысяч, которые зарегистрированы. Реально их там тысяч 10. И, соответственно, это примерно, к сожалению, не видно, но примерно от регионов, которые мы уже подключили в этом году. Это мало, но мы активно с этим работаем. У нас есть две группы участников. Первая группа участников – это те, которые составляют списки памятников. Списки мы сейчас берем культурного наследия, сайт культурного наследия.ru. Они там неправильные, там есть памятник Ленина XIX века, я не знаю, там Эрмитаж в Одессе. Ну, в общем, это очень странные вещи, и они там есть. Списки в том году выглядели по Питеру примерно так. Люди, которые загружали… Ну, сейчас в другой группе перенетемся. Есть люди, которые загружают фотографии памятников, которые участвуют в конкурсе как авторы фотографий. Что они делали? Они искали в длинных-длинных списках нужный им памятник, искали вот этот номер с культурного наследия, переходили в форме загрузки, вводили этот номер в форму загрузки, загружали этот памятник. Это было очень сложно. То есть все жалобы, которые к нам поступали, это относительно вот этих вещей. Но при этом у нас участвовало множество людей, в основном новички, которые к Виквидии не имеют никакого отношения. Ну, то есть они ее читают, но и только. И всего там загрузили 4500 фотографий. То есть это, ну, по миру там получилось, по-моему, 1100. И это вот рекорд вообще не мировой, который там, премьер-рекорды длиннесса, не занесли, к сожалению. В данном году будет заявка подана, и там занесут. Вот. Ну, собственно, по России мы в этом году там планируем 50 тысяч фотографий. Вот они так в итоге загружаются, ладно, плохо видно. Вот. В этом году, соответственно, снова списки, снова люди их сидят и выверяют по шти тысячам памятников. Вроде бы все красиво, но это не видно. А реально вот эти списки выглядят как сплошной ход, в котором надо сидеть, копаться, исправлять даты, ссылки. В общем, есть люди, которые готовы этим заниматься, но не готовы заниматься этим в каком-то виде. Это очень сложно. Вот. Хотелось бы, чтобы вот был легкий сайт, где вот там человек заходит, как бы говоря, город, улицу, выбирает памятник, все по нему исправляет. Вот это с одной стороны, который хочет заниматься базой. С другой стороны, человек, который хочет загрузить фотографию, ровно также, да, то есть что-то находит, кликает, загружает. Ему там, вот чисто географически, да, он просто нашел, что там был Эрмитаж, а вот видел памятник. И вот загрузил. Вот. В общем, в итоге хотелось бы получить вот примерно такой проект. Цель вот всего этого конкурса, на начале с начала. Да. Ваши вопросы бывает. Да. Мне интересно, чем ваш проект, вот, отличаясь, допустим, от Google Maps, где тоже так вот заходишь и много посмотреть, чем это лучше? У нас нет цели сделать Google Maps. У нас цель собрать очень большую, очень большой массив с отоградкой памятник. Это архитектура. Нет, нет, я в плане того, что человеку надо, ему улицу, да, улицу, я там памятник видел, он заходит на улицу, на эту смотрит. Там, мало того, что уже в большинстве мест можно онлайн пройтись посмотреть, да, вот сразу же. Там еще есть фотографии, но по-любому фотографии мест туда очень часто ходят, уже есть там памятников внутри зданий, тех же Эрмитажей, критиковок и всего остального. Ну, Google – это проект коммерческий, соответственно, все вот эти фотографии, да, фотографии Google и так далее. В данном случае фотографии все свободные, то есть их можно использовать как угодно, ну, то есть под свободными лицензиями все. Ну, в любом случае это привлечение людей к, ну, к осознанию того, что, грубо говоря, вот он выходит в город, он не знает, что у него есть, да, тут он узнает, что у него вот на улице там пять памятников, он не будет их искать на Google Maps, он никогда в этом не узнает. В данном случае он знает, что у него есть памятники, их можно фотографировать, загрузить, там они попадут в какую-нибудь статью в Википедии, ну, вот как-то так. Вот, в принципе, все, да, вопросы. Вопрос первый, это, все-таки, вы говорите о том, что хотелось бы по другому, да, но, как я понимаю, начально это проект Википедии, значит, соответственно, он должен как-то, значит, с ними интерфейсом сопрягаться. Про то, что вы последнее сказали, очень важное, там, то есть фотографии попадут куда-то в Википедию, еще что-то. Интерфейс, но он сопрягается таким вот образом, что есть вот эта формочка, туда, как раз, подставляется вот этот код памятника. Вот, начиная с формы, там все уже выверено, там, с последними двумя годами, и у людей не возникает проблемы в загрузке фотографии. То есть проблема возникает в том, что вот здесь есть поле памятника, которое, к сожалению, плохо видно, туда поставишь вот этот код. Хорошо бы, чтобы он туда вставлялся автоматически, просто вот визуально человек нашел памятник, нажал кнопочку «загрузить», и вот у него получилась формочка. Второй вопрос, я за этим проектирую очень хорошо и потом, там, если про фотографии памятник, еще какие-то, возможно, какие-то описания более-менее пространных? Вот в рамках этого нет, но если есть какие-то идеи, мне кажется, их можно попробовать реализовать. И вот почему это все равно тепло. routine часть» кулат Ferrat операция Продолжение следует...